Приветствуйте от лица ОАН. Как сказал Сергей, и я это знаю, у вас очень насыщенная программа в рамках этого форума. Как это было написано Сергей, и я знаю, что вы имеете в виду очень интенсивный программ в рамках этого форума. Поэтому еще раз разрешите вас поблагодарить за время, которое вы нашли. Тема экспорта российских самолетов, эта тема очень широкая, у нас с вами действительно немного времени, поэтому я постараюсь какие-то базовые вещи озвучить. Во-первых, начнем с сам ОАН. Насколько вы, я думаю, знаете, ОАН – это российская корпорация, которая включает в себя производители. разработчиков, всех основных самолетов – это Сухой, МиГ, Туполев, Яковлев, Переев. Итак, первое, мы начнем с тем, что является ОАН. ОАН – это ОАН, которая объединяет всех крупных компаний, которые находятся в различных регионах России. В реальности мы производим такие известные марки, как Сухой, МиГ, Июшин, Туполев, Яковлев и Юр. Как вы тоже, наверное, знаете, но я бы хотел это подчеркнуть, сейчас проходят достаточно глобальные трансформационные процессы внутри корпорации. Итак, как вы уже знаете, и я бы хотел бы обратить внимание к тому факту, что, в последнее время, у нас есть огромные трансформационные процессы в Украине. Все разрозненные конструкции, заводы, иные мощности в текущий момент централизуются, и в целом это тот процесс, ради которого ОАН свое время создавался. Итак, в последнее время, все дизайн-бюро-энтерпризы, которые были как разнообразны, и работали как разнообразно, и в последнее время, они были консолидированы, для того, чтобы обеспечить основу, который был основным, основным целью Украинской корпорации. На вопрос, почему это делается, я думаю, ответ очевиден, и вы тоже его прекрасно понимаете. Сейчас уже конкуренция осуществляется не в рамках отдельных стран, а между конструкторскими бюро, как это было ранее. Я думаю, что вы понимаете, почему этот процесс берет место. В общем, сейчас мы говорим о процессе competitивности, в том, что конкуренция уже существует в глобальном масштабе. Это глобальные мировые производители конкурируют на этом рынке. То есть над таким же производителем и разработчиком ставляется ОАН. В общем, компетитивность между аэркрофт-дизайнерами и производителем в том, что у нас есть еще один уровень, где у нас есть компетитивность между глобальными играми в интернешнем рынке, и Украинской корпорации, я думаю, будет в этом длительном месте. Ключевыми задачами для нас будут являться сохранение технических компетенций, которые есть в разных школах, а все те бренды, что я назвал ранее, они, по сути, являются школами. И при сохранении этих школ, естественно, обеспечить их тесное взаимодействие и обмен опытом, обмен теми компетенциями, обмен идеями, что касается места ОАН на мировом рынке, тоже информация, я думаю, совершенно понятна, что Россия является одним из крупнейших поставщиков самолетовой техники во всем мире. Я бы хотел сказать, что когда мы говорим о местах Украинской корпорации в мире, мы должны предоставить, что Украинской корпорации это один из ключевых мест, и один из главных производителей компетенций в мире. Общее количество самолетов поставленных в мире это порядка двух тысяч. И ширина охвата это более сорока стран. И более 40 страны были обеспечены по нашим аэркрофтам. Если говорить по сегментам, по направлениям самолетовой техники, давайте начнем с оперативно-тактической авиации. Я хочу начать с оперативно-тактической авиации. Основные экспортные продукты, в будущий момент, тоже, я думаю, вам всем хорошо известны, и также хорошо знают уже рубежные эксплуатанты. Это Су-30, Су-35, НИК-29, с давнего времени ЯК-130. Но надо сказать, что этим потенциал не ограничивается. В этом сегменте еще есть Су-34-й бомбардировщик. МИГ-35, МИГ-35. И совместно с государственным последником Рособоронэкспорта, и федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, мы прорабатываем вопросы, связанные с поставкой на экспорт в нашем понимании лучшего на текущем агенте самолета Су-357. В самом деле, вместе с сотрудником Рособоронэкспортом и федеральным сервисом по милитарно-технической корпорации Университетовая корпорация, мы рады, что мы работаем на экспортировке или просто прорабатываемся в мирный рынок. Такая уникальная корпорация, как Су-357. В качественном превосходстве она базируется действительно на технических характеристиках, которые у него присутствуют, и на его возможности решать практически все стоящие в современном мире перед подобного класса самолетовыми задачами. Итак, ваше великое слое ваше великое корпорации является наукционом, на качестве, и на качестве способности, которые были созданы специальные технические задачи. И ваше великое корпорации было достаточно достаточно доступно в том, что срегулирует много задач, много миссий, и в будущем, также не могу обойти стороной, не ставленной на МАКСе легкий тактический самолет на основную разработку. So definitely I have to mention that very light tactical aircraft checkmate which was first demonstrated, the first night of which you are during МАКС session. This is our new state of the art development. So this is definitely very new, very different aircraft, just you know, in comparison with those ones I illuminated because it is one engine aircraft. So actually in our understanding it has all the capabilities to resolve our striking missions. So actually we may say that DCcraft is a multi-functional, multi-role platform but not only that is the advantage of this aircraft. They are crank belts of open architecture which gives capabilities for its future development. That very open architecture, this very platform gives every opportunity to customize that in comparison with the requirements of the customer. We do understand that one of the most important features for the aircraft operations and maintenance is cost efficiency. And definitely we just, you know, we made the provisions so that to minimize the maintenance and operations costs for that aircraft and we think that's a huge advantage for the customer. So actually when I spoke about the universality of that very, of the universal features of that aircraft, well the advantages that it may resolve very many different tasks. So multi-functional, multi-roller and it may be from various functions.